Я обещал поделиться нашей историей, которую мы прожили вместе с новым совместным предприятием Мы будем представлять ее втроем, во-первых, потому что тройка – это формула победы в России для любой встречи Во-вторых, потому что любая история в области промышленного интернета требует командной работы Невозможно это сделать в одиночку силами одной компании для технологий Я буду представлять вместе с Максимом Карпухином, глава развития бизнеса в Апротех И также у нас есть Джокер в рукаве, Сергей Соловьев и Сименс Давайте начнем Давайте начнем с традиционного бэкграунда Вот здесь, в середине этого слайда, мы видим идеальное место для КИКС Традиционная система промышленной кибербезопасности А если начать подниматься этажом, нам приходится менять язык на тот, который использует термины Прибыли, убытки, потери А справа внизу вы видите интересную такую математику Это большие данные, которые неизвестны многим из нас В среднем количество сигналов или датчиков, которые генерируют данные в цеху Составляют 1,5 тысячи Это такая разумная цифра Потому что если взять какой-то большой нефтепровод То там их может быть вообще миллионов разных сигналов Если посчитать скорость сбора показаний То есть частота показаний с одного датчика То их может быть 10-15 тысяч в среднем Это не максимум И далее, если посчитать количество датчиков Частоту передачи данных И разумный объем одной записи, которая генерирует датчик То мы с легкостью получим 100 гигабайт в минуту Это означает, что раз в 30 секунд Мой современный смартфон будет заполняться до края промышленными данными Если мы будем их собирать А что говорит аналитик? Что сейчас В текущей промышленной среде Мы не собираем Даже 15% данных Большинство наших систем СУТП Так сказать Живут С неоптимальной частотой Частотой генерации данных Это в принципе достаточно для системы скада Это достаточно для репликации данных скада систем в аналитические приложения Но Что случилось бы, если бы нам удалось сохранять Собирать и сохранить 100% данных? Вот один пример Речь идет О выигрыше в 12 дней Если вы сможете собирать информацию Обеспечить предварительную обработку машинного обучения И на этой основе принимать оптимальные решения То вы сможете сэкономить 12 дней 12 дней это оценка по реальному проекту, который вела компания Siemens Вот представьте, что 12 дней вы получили Если вам нужно ехать в отпуск в Сочи То получить данные за 12 дней заранее Это будет достаточно для вас Чтобы нанять соответствующего инженера Заказать соответствующие запчасти И избежать того, что произошла авария На 12 дней это не одна Недостаточная Одна из задач Которые я ставлю перед собой в этом выступлении Состоит в том, чтобы обеспечить То есть, чтобы помочь вам понять разницу Между автоматизацией и цифровизацией Потому что автоматизация основывается на шаге 1 и 2 Это не окончательная остановка Если вы сможете собрать все промышленные данные И обеспечить динамический мониторинг КПИ-показатели Вы сможете добиться большего Вы сможете изменить бизнес Один из примеров, который я хочу показать Я хотел бы, чтобы мы здесь увидели российскую компанию Но этот бренд SKF Это компания с международным брендом Которая поставляет детали для подшипников Для сокращения трения Пару лет назад Компания продавала традиционные изделия То есть, несколько подшипников в коробке По цене там несколько долларов за штуку Сейчас это работает уже не так Сегодня компания предоставляет свои подшипники бесплатно Но вместе с устройством Они предоставляют контракт Который они называют ротация как услуга Потому что теперь С учетом нынешнего уровня зрелости технология Они получили возможность Мониторить в реальном масштабе времени Или близко к реальному масштабу времени Состояние изделия Получать КПИ-показатели И каждый месяц выставлять счета На основе количества оборотов Который выполнен это изделие То есть, если подшипник не крутился То бесплатно А если крутился То, пожалуйста, оплатить на счет Это, получается, обороты подшипника как сервис То есть, представьте, вот такой тренд Если у вас в отрасли 10 компаний И одна из них начнет предоставлять услуги По такой бизнес-модели Мне кажется, это будет вполне разумно Один час машинного времени Большие грузовики За оплату по километру транспортировки Но это невозможно будет Пока вы не сможете в реальном масштабе времени Мониторить состояние вашего физического актива Это одна из сейчас основных вещей В области промышленного интернета вещей Мы видим, что Если мы сможем преобразовать Передавать такие большие объемы данных И обеспечивать их анализ в реальном времени То мы смогли бы получить для своего бизнеса Некоторые преимущества Но на базе существующих Инфросторы это сделать сложно Поэтому появились новые Обогащенные возможности Построения корпоративных инфраструктур И вот Значит, вот видите Просто здесь представить Можно в виде Шлюза промышленного интернета вещей Который обеспечивает Соединение между физическим оборудованием И среды Шины АСС Шины АСОТП И платформы аналитического облака наверху Вот так Я хотел бы сказать, что Поверх промышленных данных Которые мы можем теперь предоставлять В большем объеме, чем раньше Мы также можем предоставлять информацию О трудовых ресурсах Сотрудниках О каких-то Значит, экологических показателях По контролю за окружающей средой Это не только те данные Которые мы можем получить От ЧПУ и датчиков Данные о возможных То есть они могут быть использованы В рамках возможной расширенной модели Благодаря которой мы сможем Начать работать с новыми КПИ-показателями Хотел бы проинформировать вас Что одно из направлений бизнеса Нашей компании Эта компания, напоминаю Совместное предприятие с Касперским Как раз связано с созданием Вот этих кибериммунных шлюзов Большинство продуктов Которые мы представляем Мы видим на рынке Основаны на каком-то клоне Операционной системы Общего назначения Такой как Linux Ну и там, конечно, существуют Некоторые слабые стороны Я не буду подробно На них останавливаться Это лишь малое Здесь перечислено лишь малое Подножество реальных Слабых сторон Но, как вы видите Даже этот небольшой продукт Может оказаться Поддержанным Подверженным атакам DDoS Или, знаете, источником Или промежуточником для доступа Несанкционированных Каким-то физическим устройством То есть нам нужно Обеспечить минимизацию Всех рисков Что мы сделали? Мы создали Кибериммунный ИОТ-шлюз Взяли оборудование у Siemens Поставили на него Операционную систему Касперский ОС Которую мы настроили В соответствии с моделью Угроз актуальной Для использования Этого устройства В тех случаях Когда вы хотите Получить информацию С физического уровня В облачную платформу Вы видите Что мы даже Можем Избавиться От некоторых Очень популярных продуктов Я вынужден Извиниться Но в ЭРО Кибериммунной системы Даже у Касперского Касперский Старкнется с эрозией Рынка традиционных продуктов Потому что Больше Не нужны антивирусы Не нужны средства Управления Устройствами И другим средством Наш Первый Образец Уже готов Для пилотной эксплуатации Это значит Что мы сейчас Понимаем Стандарт ОПС Есть там Специальный компонент Поверх этого устройства Он основан На операционной системе Каперского С Иммунно защищен И мы понимаем Как информация Может безопасно Передаваться В экосистему Сименс Майнсфера И с учетом сказанного У нас Появляется Возможность Обогатить Существующую Инфраструктуру Новым качеством Которое Позволит Работать С промышленными данными И предоставлять Передачу Этих данных В аналитические системы Которые можно Использовать Для принятия Дальнейших Бизнес-решений В нашем случае Некоторые уровни Вот этой модели Имеют Конкретное название У нас Есть семейство Майндконнект И наш шлюз Входит В семейство Майндконнект Наименование Платформы Майнсфера Майндапс Это бизнес-сервисы И Раз уж Мне представлена Такая возможность Я хотел бы еще Представить Сергея Соловьева Который Покажет вам Несколько слайдов О том Что такое Что это за платформа Промышленного Интернет-вещей После Этой Очень интересной Презентации Слайдов Которые Представил вам Андрей Я хотел бы Рассказать О дополнительных Вещах Которые Очень важны С моей Точки Зрения Как Связать Технические Аспекты Разработки С бизнес-ценностью Ну Я думаю Что это Начальная Точка Для любой Дискуссии По Внедрении Интернета Вещей И вообще По пути Цифровой Трансформации Ну Кстати говоря Я говорю На собственном Опыте Спасибо Это поможет Во-первых Если Вы поговорите С ледим Заказчиком О цифровой Трансформации То дискуссия Будет идти О бизнесе Не о безопасности Не о конкретных Активах Машинах С ЧП Управлением Нет Дискуссия Будет идти О бизнесе Ценность Бизнес-ценность Является ключевым Компонентом Дискуссии Да Итак Бизнес Здесь я хотел бы Вернуться К Мотивирующей Презентации Патрика Миллера Это полностью Соответствует Нашему опыту Это подтверждение Того урока Который Мы извлекли Почему мы здесь Говорим Об облако И вопрос Ставится так Почему Облако Входит Облако Сейчас входит В промышленную Лошадь Андрей показал Очень интересные Картинки Где Облачный Уровень Был представлен Как неотъемлемая часть Промышленной пирамиды Действительно ли это так Действительно ли ситуация такая Я думаю Чтобы ответить на этот вопрос Нам нужно понять В чем состоит цель Использования Облачных технологий В промышленных приложениях В применениях Давайте посмотрим На опыт Сименс Когда мы говорим О простой Системе Мониторинга Удаленного Мониторинга Промышленного Оборудования Ну это Не цифровая Трансформация Не настолько Инновационная вещь Необходимость Использовать Облако В качестве Неотъемлемой части И Краеугольного Камня Платформы Цифровизации Состоит в том Что Ну конечно Вам нужна Масштабируемость Расширяемость Открытость Но Важная здесь Самая важная Вещь Это опять же Бизнес Параметры Цифровизация Она не просто О сборе Большого количества данных Цифровизация Связана С возможностью Использования Новых бизнес моделей Расширения Бизнес моделей И я подтверждаю Да Облако Не только Часть Экономически Эффективного Решения Для Использования Использования Каких-то Ит-приложений В ЦОДе Нет Я Повторяю Да Мы Рассматриваем Облако Как составную часть Промышленного Латшапа И Майнсфер Это платформа Сименс Мы Называем Ее Открытой Операционной Системой Которая Была Развита Разработана В Сименс Которая Позволяет Не только Собирать Какие-то данные Получать Выводы На основе Данных Но Также Для того Чтобы Запускать Приложение И Предлагать Нашим Партнерам Заказчикам Системным Интеграторам Писать Свои Собственные Приложения И Таким Образом Вносить Дополнительность В эту Экосистему И С нашей Точки Зарения Это Действительно Позволяет Создавать Новую Бизнес Цельность На основе Существующих Данных Которые Генерируют Промышленное Оборудование Суть В чем Не Просто Подключить Друг Друг Разное Промышленное Оборудование И Позволить Обеспечить Сбор И Сохранение Данных Недостаточно Даже Обрабатывать Эти Данные Вам Нужно Получать Какие-то Выводы Какую-то Ценность И И Использовать Эту Ценность Для Развития Своего Бизнеса Внедрении Новых Бизнес Моделей И Трансформации Своей Эксплуатационной Деятельности Хочу Пролить Свет На то Что происходит Там Внутри Как Это Работает Это Кстати Достаточно Такая Насыщенная Картинка Но Я Попытаюсь Объяснить Что На ней Изображено В Майнсфер У нас Есть Три Основных Уровня Первый Уровень Уровень Соединений Или Майнд Коннект Андрей Только что Упомянул Что Это тот Уровень Где Мы Помещаем Эт Новую Разработку Это Уровень Коннективности Подключения Потом Сама Платформа Которая Обеспечивает Сбор Данных Обработку Данных И Конечно Кибербезопасность То есть Кибербезопасность И информационная Безопасность Это Нет Я В любую Часть Этого Уровня А Поверху Идет Самая Интересная Часть Она Называется Майнд Эпс Идея Тут Близко Тому С чем Мы Знакомы По Работе С нашими Смартфонами И действует В том Чтобы Сформировать Экосистему Где Будут Присутствовать Не только Приложения Смартфонами Приложения Разработанные Нашими Партнерами Может быть Маленькими Стартапами Системными Интегратами Компаниями Специализирующимися В какой-то Деятельности С тем Чтобы Вы Как Пользователь Как Клиент Могли Выбирать И использовать Разное Приложение Для того Чтобы Делать Важные Для бизнеса Выводы Как я уже Сказал Я Коротко Упомянул Что Эдж То есть Вот этот Эдж Коннекшн Эдж Аналитика Это тоже Часть Платформы Но я не буду Уделять Этим Вещам Большого Внимания Вот это Платформа Промышленного Интернета Вещая Сименс Мы называем Это Операционной Системой Мы Говорим О Сборе Данных О техническом Процессе Производственных Данных В том числе О оборудовании Производственной Ашероги И кибербезопасность Всегда входит В качестве Неотъемлемой части Кребля Уольного Камня И конечно В Сименс У нас очень Мощная Мы очень сильно Работаем С концепцией Кибербезопасности И они заложены В основу Архитектуры Мансфер Почему это важно Почему это имеет значение Потому что мы Собираем Очень Чувствительные Данные И вот Задумайтесь Предположим У вас Есть Цифровый двойник Производственного проекта То собирая данные Про все активы Вы можете С легкостью Восстановить Все секреты Производства Рецепты Технологии Конструкцию Все Можно восстановить По этим Чувствительным данным Нашим заказчикам Именно поэтому У нас Реализована Это многоуровневая Конституция Сегментации Между Тенентами Хранения Данных С разделением И даже действия Которые вы можете Применять К машинам Они Так сказать Реализуются Через Защищенное HTTPS соединение Но Если Посмотреть На то Что происходит В цеху Обычно Мы видим Что там Целый зоопарк Разных систем Каких-то Старых устройств Там Станков ЧПУ И так далее Как все это Подключить К друг другу Как убедить Заказчика В том Что От этого Ему будет Какая-то Выгода Что Организует Забор данных И передача Ее В нашу Замечательную Облачную Систему Ответ Такой Нам нужно Убедить Заказчика Что данные Будут храниться В защищенном Виде Что эти данные Никогда не будут Использоваться Несанкционированно И Что Эти данные Дадут им Новую ценность С точки зрения Бизнеса Как я сказал В начале Разработка Которую мы Здесь На этой сцене Представляем Сегодня Нацелена На том Чтобы как раз Добиться Этих целей Именно поэтому С нашей точки зрения Она Полезна Интересна Почему Это имеет значение И с нашей точки зрения Что это вообще Пионерская разработка Которая Объединяет Открытость Платформы ИОТН Интернет Вещи Проведет Живую Демонстрацию Чтобы Убедить Вас Что Действительно Вот это Объединение Или подключение Производственного Оборудования Производственных Систем Через Этот Иммуно Защищенный Гейтвей Дает Бизнесу Действительно Ценность Выгоду И пользу Максим Но Перед этим Перед тем Как я его покажу Я хочу Еще раз Немножечко Сказать Общую архитектуру Наших Продуктов Она Весьма Проста Мы Подключаем Свой Шлюз Непосредственно К оборудованию И направляем Через него Данные В облако Сейчас У нас Есть Три То есть Проекты В трех Областях Производство Городская Инфраструктура И Ослежение За окружающей Средой Мониторинг Окружающей Среды Мы Гордимся Всеми Этими Проектами Особенно Того Что касается Управления Городом Городским Хозяйством У нас Пока Один Только такой Проект Другие Пока Защищены Соглашением О неразглашении Поэтому я не могу Вам все о них Рассказывать Но здесь На конференции По кибербезопасности Нам Конечно Интереснее всего Будет послушать Про производство Я не могу Поделиться Всеми данными Но могу повторить Могу Воспроизвестить 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 Технологии Нашей лаборатории И я могу Продемонстрировать Мы организовали Свою Секретную Лабораторию Вот Так она Выглядит Если не верите Что она Совершенно Секретная Посмотрите Просто на детали Смотрите Но конечно Тут есть Умный инженер Тут есть Высокопроизвестительное Оборудование Много оборудования Куки Потому что инженеру Нужна власть И конечно Котенок Симпатичный Если не будет Котенка Не будет Секретов Это Ну это Основа Это Закон Более подробно Об этом Стенде Он простой У нас Симулятор Синнумерик Это Синнси машина Которая Обычно Вырабатывает Какие-то данные Вы знаете Это Гейтвей Шлюз И Майнсфера В качестве демонстрации Мы выбрали Три простых параметра Которые Передачи Которых Майнсфер Мы организовали И сейчас Я покажу Вам Как это Работает Так смотрите Инженер Готов Он Показывает Это Симулятор Сименс Он Входит Систан Он Подключен На шлюз Через Эзернет По стандартному Протоколу Мы выбрали Протокол Потому что Это стандарт Сотраслевой Видите Красный провод Второй Идет В интернет И Конечно Нам нужно Показать Что произошло На шлюзе То есть Загружается Операционная Система Касперский ОС В данный момент Здесь Флитменеджер Это одно Из основных Приложений В Майнсфере Которое Помогает С легкостью Организовать Сбор Данных Из Сенции Станков Машин А в данном Случае С Симулятора Мы Нажимаем Зеленую кнопку Для того Чтобы запустить Программу Данные Готовы И Вот они Сейчас к нам Поступают Я думаю Что Все вы Видели это В реальных Производственных Системах Сейчас Нам нужно Начать Отправлять Данные На шлюз И Во флитменеджере Мы можем Увидеть Что произошло Нам Нужно Обновить Вручную И Скорость Шпинделя Но Конечно Это приложение Достаточно Простое Оно Просто Обращается В атмосферу И позволяет Увидеть Много Параметров Быстро Очень быстро А если Вы Что-то Измените В своей Сенции Станки Что вы Никогда Не надо Делать В реальной Жизнь Потому что Это опасно И Будет Много Вопросов Потом У вас От инженеров Но Здесь На симуляторе Мы можем Сделать Это Мы Видим Что Меняем Линию И Представляет Вам Все Изменения В реальном Масштабе Время Ну и Конечно Это Защищенная Система Потому что Используем Наш Промышленный Шлюз Индастриал Гритвей И Вы Скажем так Это не просто Защищенная Система Это Система Защищенная Иммунитетра Она Иммунно Защищена От Сигналов Майнсферы Протокол OPCUA Позволяет Собирать Не только Величины Но Также Имена Программ Ошибки Или Какие-то Другие Какую-то Другую Информацию Опять же Мы Используем OPCUA Индастриал Протокол С чего Нужно Начинать Как Видели Пока Только Три Части Есть Гейтвей То есть У нас Доступ К Майнсфере Защищенный Шлюз И Промышленный Эссет То есть Не нужны Никакие Специальные Серверы Программные Средства И дополнительное Оборужение Бостер Просто Быстро И защищено Что мы получаем Мы видели В демонстрации Какие-то Цифры И может быть Вопрос Что Мы Получим Проимушенные Данные Нет В будущем Как Андрей сказал Окончательный Шаг Это создать Новый бизнес Потому что Майнсфера Позволяет Вам Создавать Новые Приложения Не просто Монитолировать Сеть Собирать Данные Это Операционное То есть Эксплуатационное Средство Которое Позволь Создавать Новые Сервисы Для Бизнеса И Как По телевизору Я хотел бы Позвонить Сейчас Касперский Алпатеп Или Группу Ителма И Задайте Свои Вопросы Попросите О Организации Пилотного Проекта Попросите Со мной Связаться И мы На вашем Кейсе В вашей Производственной Среде Покажем Как это Работает А здесь Вы Видите Как Майнсфера В реальной Жизни Может Изменить Ваше Будущее Спасибо Я думаю Что Некоторые Из вас Узнают Свою Компанию Через Пять Лет Или Три Года Спасибо Большое Субтитры Субтитры